Салют ребят, я Иван Толмачев и вы смотрите самый народный канал Дай 5 и шоу 1 на 1. И прежде всего по традиции я объявлю результаты предыдущего выпуска, когда мы сравнивали кино и сериалы. Победило кино, за него отдали свой голос почти 55% людей. А на этот раз мы сравним кое-что более актуальное и узнаем, кого же у нас больше, любителей морозов или жары. Зима против лета. В этом году мы долго ждали морозов, но когда они наконец наступили, большое количество людей снова захотели теплых денечков. Причем забавно то, что летом наоборот все захотят скорее похолодания после того, как запарятся в такую жару. Так давайте попробуем разобраться сегодня, что же на самом деле лучше, когда холодно или когда тепло. Поехали. Опасность. Летом вы можете обгореть на солнце или получить солнечный удар. А заедание ледяного напитка мороженым способно простудить вас ничуть не меньше, чем зимние холода. Но статистика говорит о том, что количество заболевших людей зимой в разы выше, чем в другое время года. К тому же зимой вы можете получить обморожение конечностей, если ударят морозы. Если же говорить о скрытых опасностях, то летом повсюду летает огромное количество надоедливой мошкары, а в лесах скрываются действительно опасные энцефалитные клещи. Зато зимой под небольшим слоем снега на дороге может внезапно оказаться идеальный каток, из-за которого после нескольких грациозных взмахов руками вы отправитесь в травмпункт. Одежда. С финансовой точки зрения подготовка к зиме банально дороже. Летом достаточно взять футболку, шорты и кеды, и вы можете спокойно выбираться на улицу. Зимой же, особенно холоднее градусов этих 20, вы будете выглядеть как капустка. Одежда слой за слоем будет стараться защитить тело от холода. Особенно сильно это печалит тех людей, которые любят пощеголеть своей спортивной фигурой, ведь в пуховике и свитере ничего этого не видно. С другой стороны, если вам есть что скрывать под просторной одеждой, то зимой вы напротив будете чувствовать себя комфортнее, не выставляя на показ лишние килограммы. Атмосфера. Зимой в холодную погоду вы можете усесться в удобном кресле с пледом и чашкой какао, ощущая домашний уют. Конечно, еще бы не помешал рядом горящий камин, но боюсь, это не для наших реалий. Вообще, зимой создается более торжественная и, может, даже волшебная атмосфера. Тут и там стоят заснеженные елки, всюду свисают сосульки, на окнах остаются узоры, а снег хрустит под ногами. И все ждут наступления нового года. Лето же при всех своих ярких красках и сочных цветах лишено какого-то особого шарма. Но разве это так важно, когда мы можем наблюдать торжество жизни, когда все вокруг оживает и движется? Хотя стоит признать, что летом просыпаются не только птички и пчелки, но и местные колдыри, которые весьма жизнерадостно начинают орать под окнами до самого утра. Погода. С одной стороны, этот пункт – дело вкуса, ведь кому-то нравится мороз, а кому-то жара. Но есть все же несколько объективных моментов. Например, зимой вы почти не видите солнца, а ведь оно способствует выработке гормонов счастья. Впрочем, для жителей Питера разницы вообще нет. Они видят солнце только в кино и на картинках. А вот ухудшение погоды зимой может сильно парализовать движение транспорта, если начнется снегопад. А сильный ледяной ветер с легкостью добьет еще и пешеходов. Но стоит отметить, что от холода вы можете укрыться обогревателями, свитерами и одеялами. В то время как от жары и духоты спастись гораздо сложнее, если у вас нет кондиционера. На этом все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Не забывайте переходить по ссылке в описании и голосовать, что вы больше любите – зиму или лето. И ровно через неделю я оглашу результаты вашего голосования. Ну а также не забывайте подписываться на канал, ведь ролики выходят каждый день. Да и в группу ВКонтакте тоже вступайте. До свидания. Подпишись на канал, а пока посмотри предыдущий выпуск 1 на 1 кино против сериалов и узнай, что будет с организмом после банки колы. Субтитры сделал DimaTorzok